1 апреля никому не верю. День поздравлений номер 7 на канале Егерский дневник. Здрасте. Хотите верьте, хотите нет. А 1 апреля международный день птиц. Обычно в этот день вывешивают скворечники, синичники, другие искусственные гнезда какие-то. Но, вообще, на мой взгляд, это делать надо немного пораньше. Дело в том, что основная масса перелетных птиц прибывать начинает с середины марта, в конце марта и сразу же приступает к строительству гнезд. К выбору места и строительству гнезд. Поэтому, например, в охотничьем хозяйстве гнезда, искусственные гнезды для уток делают заранее, задолго заранее. Ну, это, в общем, утиные гнезда – это отдельная тема для путешествий в дикую природу. И мы, надеюсь, рано или поздно эту передачу сделаем. 2 апреля богато на события. Например, День детской книги. Вот могу, значит, так похвастаться. Специальные профессиональные коллеги некоторые мои книги определила как литературу для детей и юношества. Это предмет моей такой тайной гордости. А еще 2 апреля – День хорька. В Октябрьском охотничьем хозяйстве можно встретить два вида хорьков – светлый степной и темный лесной. Капля воды – крупица золота, говорят в Туркмении в первое воскресенье апреля. В этом году – это третьего числа. Помните, друзья, каждый день, каждый час, каждую минуту, помните, дефицит пресной воды, он не только в Козылкуме в Туркмении, но и на берегах Волги. Пользуясь поводом, экологом и гидрологом в братской Туркмении, привет! По поводу, пользуясь случаем, 3 апреля – еще День геолога. С праздником вас, коллеги! А 4 апреля – Всемирный день бродячих животных. Позаботимся о бездомных вместе. Помощь животным, бездомным, попавшим в бедственное положение – дело благородное, спора нет. Однако, надо иметь в виду, огромные, мощные, сильные стаи бродячих собак в природных ландшафтах – большая беда. Они убивают лосят, кабанят, косулят, взрослых зверей. Рано или поздно они уничтожат всех наземно гнездящихся птиц – глухарей, тетеревов, рябчиков, серых куропаток, уток, куликов. Эти птицы и звери тоже нуждаются в нашей защите. День посадки в Южной Корее. Каждый год он проводится в какой-то свой определенный день. В 22-м году, в этом году, 5 апреля. А это почти государственная акция, известная в мире как очень успешная. Одобряем. Ой, а 6 апреля день следственных органов МВД, а мамочку я очень люблю. Ну, вареной маме с праздником. Ну и привет коллегам в Индонезии, там сегодня день рыбака. И соблюдайте правила рыболовства, а 7 апреля – профессиональный праздник государственных органов рыбоохраны. С праздником, коллеги! 6 апреля – день рисования птиц. Присоединяйтесь! И ждем вас в нашем читальном зале на After Today. Рисунки в дополнительных материалах. Экологическое просвещение детей – это очень важно, и никто не спорит на экологическое воспитание людей взрослых. Мы же все еще говорим об этом ежедневно, а мусора в местах отдыха взрослых людей на природе меньше не становится. Друзья, именно 9 апреля 1699 года царь, еще не император, Петр I издал указ о соблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание ссору и всякого помету на улице и переулке. Но дворникам работы хватает до сих пор. Звероводы и животноводы, зоотехники и птицеводы, рыбоводы и ветеринары. 10 апреля – день сельскохозяйственных животных. С праздником! И обнимите свою собачку, тоже 10-го. А 11-го – совсем всех с праздником, ведь это день домашних животных. С праздником! Удивительно! Но, кажется, не все в мире знают, почему день космонавтики отмечают 12 апреля. Но очень важно знать значение космонавтики для охраны природы. Наблюдение за погодой, за ледовой обстановкой и лесными пожарами, слежение за эмиграциями перелетных птиц, передвижением редких краснокнижных животных – всего не перечесть. С праздником вас, покорители космоса! С праздником! Рыболовам на заметку! 13 апреля 1886 года родился Федор Ильич Баранов. Советский ученый-основоположник науки о промышленном рыболовстве. Рыбак рыбака видят издалека. Сейчас я попробую, нет, даже не сказать, а попробую прочитать. Эйяфьятлайокудль. 14 апреля 2010 года продолжал изверкаться вулкан Эйяфьятлайокудль в Исландии. Сообщается, что столб пепла и газов из этого вулкана выбрасывался на 13 километров в высоту. Вулканическая деятельность производит парниковых газов больше, чем вся человеческая вместе взятая. Нам не надо помогать вулканам, нам гадить. Эйяфьятлайокудль. Нет, ну вот, вы понимаете, кто-то после этого пытается меня убедить, что вот эти самые скандинавы создали нам все вот это русское государство и великую русскую культуру и язык. 15 апреля, друзья, день экологических знаний. Ну, канал «Егерский дневник» в меру сил тоже продвигает экологические знания, экологическое просвещение. Присоединяйтесь, рекламируйте, рассылайте сведения о нашем канале. Ищите нас на YouTube-канале «Егерский дневник» и на «Автор Тудэй». Все ссылки прикреплены в описании под видео. Подписывайтесь, смотрите, читайте, лайкайте и комментируйте. А следующий выпуск – 16 апреля. Пока-пока. Ждем. Ждем.